МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 613 сообщений. Чрезвычайная обстановка в городе остается стабильной. Вам не хватало денежных средств? В Смоленске задержаны подозреваемые в сбытии поддельных денежных купюр. Пришлось много изучить информации, много узнать нового, чтобы прийти сюда и показать себя достойными соперниками и другим школам. Багратион или Кутузов в Десногорске прошла интеллектуальная битва между школьниками. А теперь об этих и других новостях подробнее. Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Отчисления в накопительную часть пенсии системы в размере 6% о заработной плате россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. Подписанный президентом документ приостанавливает отчисления накопительной части пенсии еще на год, до 2021 года. Ранее стало известно, что федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время заморозки накопительной части пенсии. 11 декабря в здании администрации состоялось плановое оперативное совещание руководителей подразделений с главой города. Андрей Шубин подвел итоги минувшей недели и определил задачи на ближайшее будущее. Подробности в сюжете. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в штатном режиме. Без отключения воды ведутся работы на магистральном водопроводе в третьем микрорайоне. В завершающую фазу вступила программа «Комфортная городская среда». 18 декабря состоится общественная комиссия по рассмотрению заявок, поступивших от собственников жилья. Уже приняты документы от жителей 1-го и 2-го домов 7-го микрорайона и 1-го дома 1-го микрорайона. Глава города призвал всех жителей принять активное участие в ее реализации. Мы знаем, что есть данная программа, она работает. Поэтому вот здесь необходимо на уровне и управляющей организации, на уровне муниципалитета все равно вести в председательную работу. Кругому не получится. Эта неделя в Десногорске будет насыщена яркими и интересными событиями. 15 декабря в 11.00 детско-юношеская спортивная школа приглашает всех любителей спорта на межрегиональный турнир среди юношей и девушек, посвященный 40-летию дзюдо в городе Десногорске. И 15 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие кинозала в городе Десногорске. 13 декабря в 15.00 в кабинете 325 администрации состоится круглый стол по теме органов власти, церковь и общественность, а соработничество на благо Отечества. На сайте администрации продолжается голосование по двум важным городским проектам Всероссийскому конкурсу «Малые города» и созданию в городе памп-трека для любителей экстремальных видов спорта. Оставить свой голос можно до 28 декабря. Смоленская область вошла в топ-10 регионов по прозрачности закупок. О высоком рейтинге сообщили в Торгово-промышленной палате России. Смоленщина получила наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность». Специалисты оценили гарантии соблюдения законодательства, выявляя отклонения на рынке госзаказа. В 2018 году по поручению губернатора Алексея Островского Смоленской области внедрена электронная система. Благодаря ей можно контролировать прямые закупки и экономить бюджетные средства. Это повышает эффективность закупок малого объема. По данным профильного главного управления, экономия составляет около 15%. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 613 сообщений, из них 245 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. В областном центре пресечена деятельность интернет-магазина, занимавшуюся сбытом наркотиков и психотропных веществ. Он располагался в квартире многоэтажного дома. Полицейские установили, что подозреваемый закупал наркотические средства оптовыми партиями, бесконтактным способом фасовал и подготавливал наркотики для реализации. А распространял он их путем закладок. 30-летний житель областного центра был задержан. Во время обыска в комнатах подозреваемого обнаружили и изъяли все необходимое для фасовки и пакеты с разнообразными наркотическими веществами. Эксперты установили, что это гашиш, мифедрон, марихуана. В полицию Смоленска поступило несколько похожих сообщений, от различных сетевых магазинов. При пересчете денежных средств они обнаружили поддельные купюры номиналом 5000 рублей каждая. Подробности в сюжете. Свой доходный вояж жители Нижнего Новгорода молодые супруги обоим до 30 лет решили провести в Смоленске. По их словам, они приехали в город-герой в гости к друзьям, но не с пустыми руками. С собой захватили 20 купюр номиналом 5000 рублей. Вот только их подлинность заставила усомниться сотрудников магазинов. За время пребывания в областном центре семейный промысел чуть не увенчался успехом. Парочка успела сбыть 19 купюр. Когда их задержали и провели обыск, в месте их обитания была обнаружена единственная непотраченная фальшивая банкнота. Как признались горе-мошенники, фальшивки они приобрели через интернет. Это и запись с камер видеонаблюдения магазинов стала неопровержимым доказательством для возбуждения уголовного дела. В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса изготовления, хранения, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит 8 лет лишения свободы. Светлана Разганова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. С 9 декабря увеличилось количество пассажирских ласточек, которые связывают областной центр и столицу России. На двух рейсах вместо пятивагонных составов запустят сдвоенные. Теперь Москву и Смоленск ежедневно свяжут 4 электрички. Составы с отправлением из Москвы в 18.20 и Смоленска в 19.32 будут сформированы из 10 вагонов. Поезда сделают остановки в Ярцеве, Сафонове, Вязьме, Гагарине и Можайске. Время нахождения в пути около 3 часов. 9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества. В Центре культуры и молодежной политики состоялась тематическая викторина для школьников «России – славные сыны». Подробности в сюжете. В игре участвовали представители четырех школ города. Викторина состояла из трех туров. Участники давали ответы на военно-исторические вопросы. Это и героические даты, выдающиеся полководцы, герои Великой Отечественной войны, награды. По итогам соревнований члены жюри отдали свои голоса команде школы номер 3 «Молодая гвардия». Сегодняшняя викторина, на мой взгляд, показалась очень интересной, очень забавной и развивающей. Особенно для нее мы использовали много сил и стараний, чтобы к ней подготовиться. Несмотря на позитивный ход викторины, не обошлось и без казуса. Меня возмутило поведение второй школы, которое явно подсказывали учителя, и которым подсказывали телефоны. И меня достаточно расстроило это поведение команды этой. Я считаю, что нельзя так делать. Вы приходите на честную игру, играйте честно. В целом школьники остались довольны игрой и тем, что смогли еще раз вспомнить памятные даты и героев, прославивших нашу Родину. Такие мероприятия, развивая чувство патриотизма, помогают подрастающему поколению во многом разобраться, все понять и взвесить, чтобы стать достойными сынами Отечества. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Останки погибших на Белгородчине воинов передали смоленским родственникам. После 75 лет поисков бойцы вернулись домой. Все это время красноармейцы считались пропавшими без вести. Их имена удалось установить благодаря работе поисковиков. В деревне Глушенки торжественно перезахоронили солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали представители поисковых отрядов из 14 регионов страны. Герои красноармейцы были посмертно награждены медалями «Шагнувших в бессмертие». Всего в этом году поисковики нашли более 2000 советских бойцов, которые погибли на Смоленщине. Имена некоторых из них удалось установить. Национальный парк «Смоленское поозерье» начал зимнюю ревизию фауны при помощи пилотной авиации. Особое внимание было уделено популяции зубров. Оценить богатство животного мира стало возможным благодаря участию спонсора, который предложил облет территории парка и соседних районов. Мониторинг начали как только с деревьев, облетели последние листья, мешающие обзору. Для уточнения местонахождения вольной популяции зубров Смоленского поозерья привлекли частный самолет. Уже год животные находятся вне вольеров, активно исследуют лесную территорию и уже вышли за южную границу Национального парка. А теперь коротко о погоде. 13 декабря в Десногорске будет пасмурно, пойдет снег. Днем минус один, ночью минус два. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.